всем привет добро пожаловать в это видео меня зовут александр владимиров я являюсь преподавателем электронной танцевальной музыки в школе logic pro help давайте начнем сейчас у нас будет тема работы с 808 басом я думаю многие из вас уже знают как он звучит но все ли умеют с грамотно работать синтезировать его заниматься саунд дизайном и так далее и сейчас мы все это разберем может показаться что 808 используется в основном в хип-хопе рэпе в битах да отчасти это действительно так и во многом это действительно так но в электронной танцевальной музыки в такой идея музыки 808 практически всегда применяется в трэп музыки в трэпе и во многих других на самом деле жанрах он может так или иначе применяться во фьючер бейсе да и в принципе даже если пишите хаус трек всегда можно сделать какую-то трэповую такую вставочку в свою работу это будет интересно это будет круто поэтому давайте чтобы не затягивать сразу приступим я набросал такой простецкий бит давайте его послушаем здесь бочка клэп снэйр хай-хэт и доп снэйр и в общем то все а сейчас мы добавим сюда 808 давайте для начала я включу один из вариантов которые у меня уже есть и дальше мы пойдем начать синтезировать и создавать свой собственный 808 знакомый звук окей давайте начнем sound design 808 как это все делается из чего это все состоит есть два основных варианта как мы можем работать с этим самым басом первый вариант мы можем его синтезировать то есть создать с нуля в синтезаторе второй вариант мы можем использовать сэмплы для начала мы пойдем способом через синтезаторы а после поработаем сэмплами окей я загружу алхими я думаю все знают замечательный синтезатор и давайте за солируем этот бас который естественно звучит вовсе не как бас для того чтобы нам обнулить все это дело мы не должны нажать на файл in till i сприсит и у нас получается обычная пилообразная форма волны кстати помогать нам будет также еще такой анализатор как и сам соскоп он показывает форму волны и будет очень нам полезен окей как мы создаем 808 808 по большому счету это синусоида у которой пить резко или плавно понижается для этого нам необходимо в осцилляторе сэрс выбрать форму волны сайн лот вей basic сайн вот она синусоида я думаю вам слышно давайте сделаем погромче отлично обыкновенная синусоида как ее превратить в бас естественно мы должны понизить на 12 полутонов на одну октаву напоминаю что здесь тюн мы правим кратно 12 то есть либо минус 12 либо минус 24 36 и так далее то же самое в плюсовом значении но вот уже что-то больше похоже на 808 слегка увеличим атаку для чего это нужно чтобы не было щелчка если у нас нулевая атака я думаю слышите в самом начале с такой шлипок не очень приятный чтобы этого не было нужно чуть-чуть увеличить атаку буквально столько будет достаточно эта фишка она применима к любому звуку когда вы занимаетесь саунд дизайном любой практический звук требует небольшого увеличения атаки окей может показаться что вот он 808 ну а чем не 808 бас конечно бас но проблема в том что у этого звука в этой синусоиды нет и всего одна гармоника то есть звук слишком бедный он не будет хорошо звучать но может быть на каком-нибудь мощном звуке он еще может быть заметен но на слабой особенно акустике в частности на телефоне где низкие частоты почти не воспроизводится этот бас вообще исчезнет и ничего от него не останется поэтому нам нужно добавить ему характерную такую штуку нам нужно сделать понижение пича как мы это делаем в алхиме так же как и в любом практически другом синтезаторе мы кликаем вот сюда вот здесь в модулейшене мы выбираем адср q создаем новую адср q которая у нас будет воздействовать именно на пич и затем здесь ставим влияние этой самой адср ки на нашу ручку тюн здесь точно так же все делаем кратно 12 давайте сделаем 24 дальше чтобы переключиться на эту адср q нам нужно здесь выбрать вот и ведь единичка это кривая громкости которые мы уже настраивали двойка это кривая именно воздействие на пич здесь мы ставим 0 2 также чтобы не было щелчка но чтобы они были синхронные да я думаю здесь понятно и теперь мы делаем следующее можем вот так вот для наглядности делать покороче эту адср q чтобы у нас эта ручка семитонс она как бы так уходила вниз давайте я сделаю так помедленнее и вы услышите и поймете слышите она как бы вниз уходит даже визуально вот идет такой вниз до уход отлично теперь давайте все это настроим на мой взгляд высоковато но в том смысле что здесь лучше поставить 12 полутонов отлично супер у нас уже получается характерный звук вообще если мы с вами сделаем очень короткий вот такой вот звук и сделаем короткий звук наше dsr кипа громкости давайте здесь еще по минимуму сделаем так вот чтобы они были одинаковые приблизительно то мы можем получить самый обыкновенный кик еще пониже сделаем атаку сразу чуть увеличим и мы получаем самую обыкновенную бочку вот он кик сюда нужно добавить еще высокочастотный щелчок но по сути эта бочка как вы понимаете так вот 808 это по сути бочка на только такая знаете более удлиненная если можно так выразиться то есть мы делаем чуть подлиннее здесь все это и мы получаем 808 давайте послушаем целиком всю эту партию и заметим как все у нас преобразовалось похоже но чего-то не хватает какого-то нету жира чего-то такого недостаточно что мы можем сделать мы можем применить дисторшн мы можем применить дисторшн встроенный либо дисторшн внешний давайте я покажу оба варианта первый вариант мы берем обычный дисторшн ну например этот и здесь увеличиваем данном случае youtube давайте здесь сократим вуаля у нас получается такой вот уже более агрессивный бас можно на эту ручку тюб тоже повесить тот же самый второй адср сделаем поменьше уже получается что-то такое да похоже давайте послушаем друзья отличные новости мы совместно с тиньков банк предоставляем вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение без первоначального взноса вы оплачиваете покупку деньгами банка а потом постепенно возвращаете их в течение оговоренного срока банк рассмотрит заявку даже если у вас нет официальной работы подтверждение дохода не является обязательным условием для получения рассрочки все очень просто выбираете любой курс и списка на этой странице нажимаете купить в рассрочку вводите ваш номер телефона и имейл и нажимаете оплатить далее выбираете купить в рассрочку выбираете подходящий срок погашения например 6 месяцев и нажимаете оформить на следующей странице заполняйте свои данные фамилия имя отчества проверяйте остальные данные нажимаете далее и ждете смс на указанный номер телефона банк рассмотрит вашу заявку и в течение пяти минут пришлют положительное или отрицательное решение по рассрочке все сразу после оформления рассрочки вы получите курс на указанный имейл после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас так здесь делаем минус 24 это очень внимательно нужно отслеживать принципе у нас получился такой 808 я попробую использовать еще внешний чем хороши внутренние на них можно навесить еще какую-то модуляцию в данном случае у той же adsr это очень круто потому что эта ручка начнет двигаться и это может работать очень классно но также мы можем использовать и какие-то внешние дисторшины скажем distortion 2 давайте возьмем но вот здесь мне нравится уже больше давайте теперь опять прослушаем целиком но согласитесь здесь как-то звучит странно а ведь должно быть так вкусно как это обычно бывает в подобной музыке окей что мы делаем мы заходим в алхими и нам нужно здесь поставить такую штуку это количество голосов бас он всегда звучит на одной ноте ну то есть аккордами бас чтобы звучал это это будет мягко говоря странно и 808 не исключение поэтому мы здесь ставим полифонии единицу и глайд это то за какое время у нас будет вот этот вот переход здесь у нас либо можно прям миллисекундах это выставить ну либо в рейте давайте сделаем миллисекундах в тайме чтобы как-то более точно это было мне не очень нравится что высоковато звучит я бы сделал еще пониже на октаву да и по длине и сам звук здесь очень важно вот это именно настройка длины баса длины нот а вот сейчас согласитесь гораздо круче мощнее мне не нравится то что когда переход идет сюда в самую первую ноту она как-то звучит резко почему это происходит потому что у нас always always это означает что вот этот вот эффект глайда он будет постоянно и он постоянно есть то есть если мы заходим вот сюда вот то мы видим что у нас эта нота она как бы переходит обратно сюда из этого ну получается рисковато я же хочу чтобы этот переход глайд вот этот он был только здесь в этом случае мне нужно поставить здесь режим не always который переводе означает всегда аллигато в этом случае у нас будет переход только там где идет такой вот нахлёст наложение двух нот друг на друга отлично так зайдем еще раз здесь 0 1 здесь у нас тоже 0 1 окей значит оставим так и давайте я чуть бахну еще дисторшна да получается неплохо слушаем естественно сюда нужно повесить side chain безусловно без этого никак то есть мы вешаем сюда side chain компрессор здесь в side chain ставим нашу бочку чтобы момент удара бочки срабатывал side chain автогейн я обычно выключаю релиз можно оставить автоматически атаку минимальную рейша 4 к 1 как правило я делаю на столько ну и поджимаем уже на слух здесь как бы ручка и трешил и в принципе этого более чем достаточно последнее что я попробую сделать и хватит с этим делом это сделать на 2 значит на 2 октавы вверх я считаю так отлично ну можно еще покопаться но мы ограничены все-таки временем урока я думаю здесь понятно да как это работает то есть фундаментально нужно выбрать синусоиду выбрать короткий adsr короткий envelope который мы вешаем на питч также добавляем дисторшн сатуратор детально настраиваем все эти ручки чтобы это все звучало потому что даже если вы чуть-чуть вот детей поменяйте вот так все вроде как бы звучит но так вот более интересно на мой взгляд какой-то больше игру получается так синтезируется 808 конечно можно много чего еще делать с ним как-то прокачивать но базовый 808 который вы слышите во многих треках делается таким образом теперь как работать сэмплами для того чтобы работать сэмплами нам нужен quick sampler по крайней мере я лично использую его он мне очень сильно нравится и сюда я загрузил уже готовый сэмпл 808 есть такие значит библиотеки где можно найти сэмпл 808 баса это вроде круто но с ним тоже нужно грамотно работать а именно что с ним нужно сделать ну во первых когда вы сюда загружаете здесь есть несколько режимов режим классический когда длина зависит да как бы от длина ноты она влияет на то как долго звучит сэмпл эти либо если в режиме one shot вот мы нажали один раз клавишу а вот он весело проигрывает то есть режим one shot он ну где-то иногда может работать но чаще всего нет лучше режим classic теперь самое главное это блок amplifier где нам нужно выставить полифонию моно точно так же как мы делали это в алхиме и далее вот здесь вот вот здесь вот мы настраиваем глайд в миллисекундах то есть этот эффект если все это убрать здесь поставить там максимальную полифонию слышите да как переход не очень интересно ставим моно настраиваем глайд получаем прикольный звук здесь у меня тоже стоит только компрессор side чей над бочки но также нередко его еще от сныра можно повесить но это уже по вкусу так скажем и возникает вопрос а как лучше то есть брать готовый сэмпл или брать и накручивать внутри синтезатора я считаю оба варианта хороши потому что в некоторых случаях мне лично нравится больше накрутить внутри синтезатора потому что больше возможности для работы с сэмплами как-то меньше возможности для корректировки звука но что хорошо иногда можно найти очень крутой сэмпл который настолько вкусно звучит что его добавляешь трек и все звучит вау круто классно даже можно никакую доп обработку не делать вот и все поэтому теперь вы знаете два способа как работать с 808 по расстановке 808 как правило он ставится на удар бочки то есть вот у нас удар бочки и мы ставим эти ноты преимущественно на этот самый кик видите у нас четыре удара бочки идет и три удара бочки они совпадают с нотами 808 поначалу когда я делаю ритм 808 я ставлю ноты именно на бочку а потом уже начинаю редактировать а именно где-то удалять 808 потому что ну здесь еще одна нота под эту бочку было бы явно лишнее а где-то добавлять новые нотки чтобы создать этот эффект перехода это очень важно и самое главное не нужно усложнять не нужно что-то мудрить там навешивать кучу нот сюда ставить кучу нот бочки кучу нот баса потому что как правило это не очень хорошо звучит и такой вот минималистичный басы и кик они будут звучать гораздо круче и прокачают любой танцпол ну что ж на этом все жду вас в новых видео применяйте на практике и до новых встреч